Музей истории молодежного движения предлагает посетителям посмотреть выставки «Мужской портрет в интерьере», «Геометрия поиска», «Кукольный мир» Веры Тришкиной. А также приглашают на уроки современного дизайна и встречи с молодыми поэтами Рязани. Но Ночь искусств в нашем музее, Музей истории молодежного движения, она на самом деле будет парадом искусств. У нас работает замечательная выставка скульптуры Раиса Васениной. В рамках этой ночи состоится встреча с мастером. То есть каждый может прийти, поговорить с ней, задать какие-то вопросы, которые интересуют, высказать свои суждения по поводу работы, потому что работы все очень яркие, неординарные, необычные. Вообще заявлена Ночь искусств с 18.00, но мы начинаем раньше. Музей работает с 12 часов дня и в свободном режиме, то есть бесплатно можно будет посетить и все экспозиции музея, и все выставки. В этот день в 19.00 Театр Кукол установит арт-контакт со студентами творческих отделений, рязанских вузов, музыкального и художественного училищ. Фойе театра станет настоящей арт-галереей. Подарок всем участникам акции актеры Театра Кукол подготовили поэтический спектакль «Демон». Музей Павлова в Ночь искусств работать не будет, зато предлагает интересную программу на 4 ноября. В этот день в 16.00 состоится творческий вечер Людмилы Васютиной и поэтессы Лепиной под названием «Поздняя осень и романс». В 2000 году Людмила Анатольевна, государственно-федеральный инспектор Паризанской области по охране труда, пришла с проверкой в музей по охране труда. И вот с этих пор началась наша дружба. Она очень талантливый человек, талантливый литератор, музыкант, автор-исполнитель своих песен, прекрасно играет на гитаре, вообще чудесный человек. И у них вот такой творческий дуэт с поэтессой Лепиной. И вот с тех пор мы постоянно устраиваем музыкальные и литературные вечера. То есть она нам помогает развивать музыкальные и литературные традиции Павловского дома. Развлекательная программа «Мы танцуем и поем» пройдет в областном музыкальном театре. Участники клуба исторического танца «Вдохновение» устроят костюмированное шоу с демонстрацией танцевальных композиций разных эпох. Потом всех желающих приглашают в дискотеку с диджеем, который вернет всех в 21 век.